Роману 19. Он самый младший в своем взводе. Служил вместе с Тарасом Шевченко. Наоборот, самым старшим военнослужащим. Для него покойный был боевым товарищем, другом и наставником. За плечами упавшего воина два года службы в морской пехоте Черноморского флота в Севастополе. Служил еще в советской армии. Свои знания и умения боец с позывным «Кобзарь» передавал молодежи. Тарас Шевченко входил в состав морского братства Кривого Рога. Тех, кто служил на морском флоте. В зоне АТО по мобилизации служил с лета 15-го по октябрь 16-го. День военно-морского флота – это для нас святой. И вот буквально он был в отпуске, приехал в САТО. И мы так с ним, я был выходной, так пошли, посидели. И он говорит, Владимирыч, давай поехали. Говорит, оденем тельники. Немцы тельников боялись. А тут мы покажем, как надо. Мы, говорит, за год. Да не за год, за два месяца закончим эту войну. Спустя два месяца после демобилизации подписал контракт. И пошел служить сапером 25-ю аэромобильную бригаду. С гордостью носил тельняшку и там. К сожалению, это 34-й наш саксаганский воин, который отдал свою жизнь за защиту независимости и суверенитета нашей Украины. Шевченко, Тарас Григорович – это действительно настоящий герой. Провести в последний путь бойца с позывным «Кабзарь» пришли до четырех сотен человек. Родные и близкие. Сослуживцы и участники АТО. Коллеги по работе на гражданке, а также представители районных властей. Под траурные звуки духового оркестра похоронили бойца на Аллее Славы Центрального кладбища. У сапера остались дочь от первого брака и внучка. Огонь! Огонь! На ремень! Решением Криворожского горсовета саперу 25-й аэромобильной бригады вручили нагрудный знак. За заслуги перед городом третьей степени. Посмертно. Это 124-й криворожанин, погибший в зоне проведения АТО. Александр Фифилатев, Виталий Кваша, Первый городской.